...тригам и коварству открытое противостояние. Сильские воины внушают одновременно страх и уважение как союзникам, так и противникам, зачастую удивляя своей честностью и дисциплиной даже неизвестных им джедаев. Ненависты. Костюм создан на основе образа собственного персонажа из игры Star Wars The Old Republic с некоторыми изменениями игрового сета. Все элементы... Служивший в стране права ордена джедаев на Корусаде, разочаровавшись в мучении светлой страны, он пригнул Дарту Сидиусу, как его ученик, для получения тайных свойств силы. Он стал самым главным инквизитором, которому подчинялись все остальные инквизиторы. Все они были на службе у Дарта Вейдера, и их основной задачей являлось найти и уничтожить выживших джедаев. Однажды инквизитор через голограмму разговаривал с Дартом Вейдером, который поведал о угрозе, растущей против него чувствительной к силе дети, которые ни в коем случае не должны стать джедаевами. Лорд Сидхов приказал выследить их и либо переманить на сторону Империи, либо уничтожить. Последней геосхваткой был юный Эзра Бриджер и джедаев. Сидхи-инквизиторы составляют основу правящего класса возрожденной Империи. Острый ум, хитрость и умение мобилировать другими входит в их боевой арсенал, наряду с уничтоженными техниками силы и мастерским владением световым мечом. Укрепление своего влияния и могущества — один из высочайших приоритетов для инквизиторов. Даже их гардероб отражает вычурные одежды из дорогих материалов, высококлассные боевые доспехи. Все это дополняет внушительный темный образ Сидхи-инквизитора. Костел выполнен полностью вручную. Основные материалы доспеха — винипласт, сталь и натуральная кожа. Подросток в юном возрасте, набившийся в ученике к Сидху. Не столь великий возраст помог легче впитать истины темного учения, а практически детская жестокость и горечность сделали из него неплохого бойца. Однако молодость и юношная скорая горечность рано или поздно готовы будут сыграть с ним дурную шутку. В силу подросткового возраста и желания выделиться, даже будучи скрытным, он предпочитает одежды с яркими элементами, вроде пятиеватой вышивки, но выдержанной в темных тенах, дарусь соответствовать образу ученика темного владыки. Капитан Форд — персонаж фанатского сериала «Легенда Старой Республики». Спутник и компаньон таинственного мистера Вейна, Форд готов сделать все возможное и кое-что невозможное для достижения их общей цели. Мастерски владея бластером и еще раз бластером, Форд стреляет быстро и точно. А главное — Форд всегда стреляет первым. Что желаем, потому что мы можем. Мы можем, потому что это в нашей власти. У нас есть эта власть, потому что мы — ситы. Ученик ситов Империи — это тот, кто закончил обучение в Академии на Харибане. Будущее Ахалитом доказал, что достоин быть большим, обратил на себя взор одного из лордов и стал его учеником. Веладор когда-нибудь он станет известен как Владыка Соус, а сейчас его путь сита только начался. За три с половиной тысячи лет до битвы при Индоре была ситская эпоха. В обеспечительной веры прослелась власть бессмертного императора ситов Вишейта. Великие дела держит множество адептов темной страны. Ситы и ситры действуют выше бежалованных власти, а их оружие — не столь световой меч, сколько убийственная и молниеносная сила. Впрочем, мечом они орудуют отменно, как и с драками врага, в чем помогает ужасающий внешний вид. Продумана каждая деталь — сочетание устрашающей агрессии, высоковерного изященства и удобства в бою. Властность, надменность, смертоносность — образ сита Инквизитора, само воплощение темной страны. Костюм регулярного персонажа Атари — твилет, член темного совета знатного происхождения древнего рода. Для того, чтобы подчеркнуть это, в костюме использовались копии украшений, музейных экспонатов. Тёмный алхимик. Творец кошмаров. Путём манипуляций силой, заклинаниями и материи в его лаборатории рождаются новые формы жизни — от насекомых-мутантов до лимитов. А иногда воскрешаются и старые. Все они — столь же зловещие и опасные, как их создатели. Управлять ими помогают амулеты, напитанные силой, которые алхимик всегда носит при себе. Квайко — правитый джедай. Его трактаты о исследовании светлой стороны силы были известны на протяжении многих тысячелетий в далёкой-далёкой галактике. Его образ многим больше напомнит японского самурая, атакого древнегалактического Миэмото Мусаки. Серая мантия и пояс с простой металлической пряжкой показывают приверженность от этой силы к равновесию. Чёрная накидка и плащ с капюшоном говорят о необходимости сокрытия тайны силы от непосвящённых. И сини-чёрные собаки, и серые зубчатые подошвы хорошо подходят в далёких странствах. Белый меч с названием «Луч Ашле» сделан из ветви тайного древа сила, и силой же укреплённый, и способен противостоять даже клинкам из металла. Два кайбер-кристалла — око Грифона и коготь Грифона были найдены квайко на тайдонской луне Ашле во время его многолетнего уединения и помогают в искусстве провидения. А отсутствие цветной окраски у кристаллов также свидетельствует о балансе провидцев силы. Вселенная. Грифон 13.03 долгое время был простым дроидом, позволявшим юнерингам потренироваться, противостоять славному гуманоидному противнику. Со временем его механизмы изнашивались, он приходил в негодность и в итоге был списан. От утилизации его спошла девушка-джедай, увлекавшаяся механикой, заменив почти все зачленения радикально облегчив конструкцию, разработав новый алгоритм самообучения, она создала фифтовальщика, способного противостоять даже подаванам, если они не используют силу, конечно. Мильный и элегантный костюм, отлично подходит для сражений и эпических битв на теплых и прохладных планетах. Предает своему владельцу изящности и неотразимости. Определенно на ваш выбор. Первый раз по взрослому зачете. Минократную часть украинского зачета. Костюм выполнен полностью по взрослым стандартам, с использованием взрослых тканей, взрослых тканей и элегантных.